друзья всем огромный привет и сегодня мы продолжаем изучать замечательный плагин ник collection если в предыдущих видео этого курса который посвящен непосредственно ник collection мы с вами разбирали методы которые делают фотографию такой немного размытой мягкой то в этом видеоролике мы с вами поговорим как добавить текстуру и вот например в таких фотографиях которые представлены и вы видите на экране именно вот здесь я люблю добавлять текстуру и при этом я не использую резкость ну вот такой вот у меня прием а работаю только с текстурой место в котором снята эта фотография это заячий остров территория петропавловской крепости здесь мы видим с вами паттерны виде плитки виде скамейки и здесь вот именно на такой фотографии на подобной хочется не размыть а добавить текстурки и если вы любите городскую фотографию если вам нравятся какие-то новые методы обработки именно города стрит фотографий то это видео именно для вас поэтому не переключайтесь вы на канале арт фото life меня зовут серджа и поехали и друзья перед тем как мы с вами начнем обрабатывать эту фотографию если вы впервые на моем канале не забудьте перейти в сообщество вконтакте ссылочка будет в описании к этому видео и получить в подарок два набора моих авторских пресетов и не забудь подписаться в сообществе вконтакте для того чтобы и дальше получать какие-то призы подарки быть в курсе событий и жить духом нашего небольшого но очень уютного сообщества посвященного фотографии и так мы с вами приступаем эту фотографию я уже обработал в lightroom применил один из своих пресетов и далее мы с вами работаем в ник коллекшен я напоминаю что это целый курс и ознакомиться с этим курсом вы можете в отдельном плейлисте на канале для тех кто не в курсе не коллекшен это такой замечательный плагин который дает дополнительные возможности улучшения фотографий фотошопе он бесплатный как его установить поставить где скачать вы также в этом плейлисте найдете соответствующий ролик приступаем первым делом что мы с вами делаем нажимаем сочетание клавиш control джей никогда не работаем с фоном он у нас под замочком стоит закрытой сделали мы с вами дубль фотографий дальше переходим фильтр ник коллекшен и вот здесь открываем вот такой вот плагинчик такой фильтр который называется виза 2 мы ранее с ним не работали и давайте мы с ним познакомимся у него здесь насколько я знаю нет возможности открыть на все окно и поэтому мы можем просто взять вот так вот раздвинуть вот так вот и дальше будем работать с окном на весь экран в общем друзья все настроечки которые нам здесь нужны необходимо они находятся вот здесь вот в правой панели мы с вами видим вот здесь вот надпись глобальный здесь есть два переключателя по умолчанию скорее всего у вас будет открыта вот эта закладочка давайте мы кликнем на правую видим здесь тени теплота красный зеленый синий оттенок по сути дела эти ползунки отвечают за те же действия которые мы с вами производим в тоновой кривой когда тонируем нашу фотографию я здесь именно в этом плагине в визе этим не пользуюсь но вы ради эксперимента можете попробовать здесь поюзать и возможно получите какую-то дополнительную тонировочку вернуть все на предыдущие места можно вот сбросить параметры есть такая кнопка но мы с вами друзья будем работать именно со структурой давайте перейдем в структуру нажмем вот эту левую кнопочку всего лишь один ползунок ну то что мы называем текстурой здесь называется структура ну это ладно погрешности перевода и давайте я сразу уведу его вправо на сто процентов и мы посмотрим что этот делает ползунок и мы сразу видим что у нас на фотографии добавилась четкость резкость локальная контрастность но при этом есть и погрешности работы этого плагина добавилась зерно и она особенно заметно на светлых участках ну как правило на небе и конечно же на сто процентов пользоваться этим инструментом не нужно я обычно использую вилочку 30-35 процентов давайте я сделаю чуть-чуть побольше чтобы у вас на экранах ваших мониторов было это более заметно я сделаю немножко побольше 45 ну пусть будет давайте 50 таким образом друзья мы можем применить улучшение текстуры на всю фотографию но здесь также можно и работать локально давайте я сброшу сейчас структуру двумя кликами можно сбросить ползунок в первоначальное значение и мы видим с вами сверху вот такой вот диск написано добавить контрольную точку кликаем на добавить контрольную точку у нас курсор должен появиться виде вот такого вот кругляшка и мы например с вами поставим вот сюда на брусчатку и мы здесь с вами видим не так уж и много всего пять ползунков первый ползунок отвечает за размер вот этого круга и здесь есть яркость контраст насыщенность структура ну так как нам нужна текстура мы будем работать со структурой и я повышаю в этом месте значение и как вы видите у меня именно локально в том месте где необходимо я повысил текстуру не затрагивая при этом небо дополнительно я могу добавить инструменты и также здесь поработать с размером и со структурой таким образом я вот эту текстуру могу повысить улучшить сделать более четкой контрастный на отдельных объектах например на зданиях или на брусчатке как в этом случае и для того чтобы нам было удобнее работать локально сверху мы имеем с вами несколько значков да ну во первых у нас есть лупа плюс минус понятно это увеличивает уменьшает изображение после того как мы увеличили мы с вами можем подвигать фотографию это можно сделать двумя способами либо здесь вот выбрать лапку либо нажимаем и удерживаем пробел и передвигаем фотографию и таким образом можно очень локально точечно повысить текстуру именно в тех областях нашего изображения где нам это необходимо давайте мы вернем все в предыдущее значение так смотрите контрольные точки я могу снять и воздействие их исчезнет также я могу контрольные точки вот здесь вот удалить выбираю нажимаю на контрольную точку она становится желтенькой активируется кнопочку удалить удаляю и так мы с вами повысим текстуру на все изображение сделаю как я уже сказал побольше 50 и кликаем окей нажимаем кнопочку окей плагин не спеша обрабатывает итак друзья наша фотография обработана и теперь для того чтобы окончательно довести снимок до того состояния которое мы хотим видеть мы можем с вами еще подвигать непрозрачность верхнего слоя еще друзья визе за может вашу фотографию сделать слегка потемнее и немножко убавить насыщенность изображения ну потому что улучшение текстуры дает вот такой вот эффект мы с вами можем это поправить непосредственно в плагине я люблю это делать вот здесь то есть виза я обрабатывают только текстуру дальше я перехожу назад photoshop добавляю корректирующий слой кривые здесь я если моя фотография стала слишком контрастной слишком такой жесткой и я приподнимаю слегка точку черного это самую нижнюю точку кривой делаю фотографию слегка воздушный далее опять иду в корректирующие слои нажимаю на сочность здесь у нас есть с вами два ползунка если мы будем двигать насыщенность у нас происходит вот такой вот эффект я сейчас прибавил на 100 на надпись насыщенность кликаем два раза и возвращаем ползунок в первоначальное положение и что у нас будет если мы ползунок красочностью ведем на сто процентов вы видите что фотография стала более сочной она также стала насыщенная но при этом алгоритмы photoshop сделали это более деликатно и фотография становится более такой открыточной конечно на сто процентов мы с вами делать не будем но смело процентов на 50 на 70 я считаю что красочность можно поднять вот в данном случае 67 далее друзья если мы не хотим чтобы этот эффект затрагивал небо мы переходим в слой который называется вивеза добавляем внизу маску кликнув на значок маски у нас появляется вот такая вот белая масочка дальше мы выбираем обычную мягкую кисть ну можем сделать непрозрачности насыщенной сто процентов кисточку мы должны обязательно сделать черным цветом вот здесь вот слева квадратик у должен лежать над белым и тогда наша кисточка она будет черная дальше мы должны обязательно посмотреть вот сюда здесь у нас маска должна быть обведена вот такой вот рамочкой значит она активна ну потому что когда вы работаете вы можете куда-то перевести случайно заблудиться и так далее вот нажимаем на маску маска активная теперь квадратными скобками мы уменьшаем или увеличиваем кисть и просто на все вот этот эффект мы например с облаков где-то можем убрать так достаточно быстро и вернуть назад облакам плавности и таким образом фотография будет выглядеть гораздо интереснее такие размытые облака и весь низ у нас такой текстурный структурный выделенный четкий яркий вот друзья и после этого я как правило резкость уже не добавляю то есть резкость на фотографии я как правило добавляю вот именно вот таким вот простым незамысловатым действием и теперь давайте посмотрим как наша фотография выглядела до обработки и как стала выглядеть после почти незаметно но более четко более резко более интересно и давайте я вам покажу еще один пример вот смотрите у меня есть вот такая вот фотография из питерских двориков и здесь когда я фотографировал здание мне хотелось видеть чтобы вот сейчас я увеличу чтобы вот это вот вся штукатурочка да чтобы она была была более четкая более такая заметная более текстурная и так мы видим фотографию уже обработанную давайте вам покажу какая фотография была до обработки и какая она стала после и применив этот плагинчик вивеза я больше расставил акценты именно на трещинки на здании на облупившуюся штукатурку и фотография получилась более такая атмосферная более интересная на мой взгляд ну вот друзья на этом в общем то все я надеюсь что данный метод вам понравился вы будете использовать его при обработке своих фотографий можете также попрактиковаться и при обработке пейзажной фотографии на портретах если вы сделаете например текстурку одежды а лицо через масочку вернете к первоначальному состоянию тоже будет довольно таки интересно итак с вами был серджио и канал арт фото life не забудьте заглянуть в сообщество вк и забрать подарочные пресеты не забудьте подписаться и поставить лайк потому что впереди будет много интересного и полезного с вами был серджио вы на канале арт фото life желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч